В этом уроке мы рассмотрим некоторые типичные ошибки, трудные ситуации, а также приемы, которые позволят сэкономить время при работе в программе Microsoft Word. Частая ошибка номер один – выделение текста, начиная с середины абзаца. Откроем файл с текстом, например, первый документ из нашей рабочей папки. Допустим, нам надо выделить второй абзац. Но вместо того, чтобы нажать левую кнопку мыши в начале второго абзаца, держать ее и двигать мышку вниз и вправо до конца абзаца, мы, допустим, поступаем следующим образом. Где-то здесь я нажимаю левую кнопку мышки, держу, тащу мышку вниз. Выделяется вторая половина абзаца, поэтому я двигаю мышку вверх, выделяется начало абзаца и так далее. Весь абзац не выделяется. Мы можем достаточно долго двигать мышку вверх или вниз, начиная из середины абзаца мы не сможем выделить весь абзац. Поэтому для того, чтобы выделить фрагмент текста, нам нужно начать выделение с начала фрагмента текста и двигать мышку вниз и вправо до конца фрагмента текста. Например, от начала до конца абзаца. Частая ошибка номер два – стремление довыделить текст. Например, я выделяю второй абзац, выделила часть текста и отпускаю левую кнопку мышки. А потом решаю, что мне нужно выделить еще часть текста. И, например, делаю так. Щелкаю левой кнопкой мышки где-то здесь, нажимаю левую кнопку, держу, двигаю мышку вниз. Выделяется вторая часть абзаца, но с первой части выделенная область пропадает. Таким образом, добавить фрагмент к выделенному у нас не получится. Или, например, можно поступить по-другому. Можно выделить часть текста, отпустить левую кнопку мышки и дальше захотеть довыделить второй фрагмент. Мы уже пробовали добавлять фрагмент, начиная отсюда. Результаты не получили, поэтому можно, например, нажать левую кнопку на выделенном фрагменте, держать ее и двигать мышку вниз до конца фрагмента. Здесь отпускаем левую кнопку. Получается совсем другой результат. В этом случае можно вспомнить о том, что существует кнопка отмены недавнего действия. Вот она, кнопка «Отменить» на панели быстрого доступа. Щелкнем по ней левой кнопкой мышки. Все вернется к тому, что было. Что произошло, мы разберем чуть позже, а сейчас я еще раз обращаю ваше внимание, что выделять текст надо одним движением мышки. Вот так. Трудная ситуация номер 3. «Пропал курсор». Рассмотрим также на примере этого документа. Курсор есть. Дальше я что-то совершаю и курсора нет. Что же случилось? Например, я решила поменять раскладку клавиатуры с помощью клавиш, нажала клавишу Alt, поддержала, а Shift либо забыла нажать, либо нажала плохо и отпустила клавишу Alt. В результате пропал курсор. На самом деле клавиша Alt, если ее нажимать без сочетания с другими клавишами, переводит курсор в верхнее меню программы. Вот он курсор, сейчас здесь. Исправляется эта ситуация очень просто. Нужно щелкнуть один раз левой кнопкой мышки в тексте документа, то есть установить курсор туда. Исчезновение курсора может происходить и по другим причинам. Например, можно щелкнуть один раз левой кнопкой мыши по панели задач. Мы также перестаем видеть курсор в документе. Исправляется аналогично. Нужно щелкнуть один раз левую кнопку мышки в любом месте документа. Трудная ситуация номер четыре. Где находится буква Ё? Буква Ё находится здесь. Если эта клавиша подписана у вас на клавиатуре буквой Ё, то ситуация не является трудной. Но зачастую мы видим здесь волнистую линию, видим апостроф, но не видим буквы Ё. Независимо есть здесь буква Ё или Ё нет, данная клавиша отвечает за постановку буквы Ё в русской раскладке клавиатуры. Сюжет номер пять. Быстрое перемещение, копирование и замена текста. Мы уже знаем, что для перемещения текста нам нужно выделить текст, например, первый абзац выделяем, далее дать команду вырезать, далее установить курсор туда, куда мы хотим переместить текст и дать команду вставить. Сейчас мы поменяли местами два первых абзаца с текстом. Теперь я покажу другой, более быстрый способ перемещения текста. Можем отменить это действие. Для более быстрого перемещения текста нам потребуется прежде всего выделить текст. Первый шаг у нас точно такой же, выделение текста. Второе. На выделенном фрагменте нужно нажать и удерживать левую кнопку мышки и теперь перевести указатель мыши туда, куда хотим перевести текст. Обратите внимание, за указателем мыши тянется серый прямоугольник. Серый прямоугольник показывает нам, куда будет перемещен фрагмент текста. Теперь нужно отпустить левую кнопку мыши. Таким образом мы передвинули текст. можно отменить с помощью команды «Отменить» на панели быстрого доступа. Это то же самое, что использовать кнопки в верхнем меню «Вырезать» и «Вставить», только с помощью мышки мы можем передвинуть текст намного быстрее. быстрое копирование текста. Первый шаг – выделить текст. Далее нужно действовать точно так же, как если бы мы хотели переместить текст. То есть нужно нажать левую кнопку мыши на выделенном фрагменте текста и двигать мышку по документу. И для копирования нужно в этот момент нажать и удерживать на клавиатуре клавишу Ctrl. Обратите внимание, что при нажатой клавиши Ctrl рядом с указателем мыши появляется квадрат с плюсом. Этот квадрат с плюсом как раз и говорит о том, что у нас будет происходить не перемещение, а копирование текста. Важно! Сначала мы должны отпустить левую кнопку мышки и только потом клавишу Ctrl. Можно убедиться, что у нас абзац с текстом остался там, где он был, и другой точно такой же появился на новом месте. Это быстрее, чем использовать кнопки копировать и вставить в верхнем меню. Быстрая замена текста. Нужно выделить тот текст, который не нравится и сразу начать печатать другой текст. Весь текст, который был выделен, теперь удален и вместо него мы видим другой текст, который только что напечатали. от сюда следует другой вывод. Если мы выделили текст и потом случайно нажали, например, клавишу Enter, то вместо абзаца с текстом у нас теперь пустая строка. Т.е. мы заменили абзац текста на пустую строку. Если мы не хотели этого совершать, то нужно сразу же нажать кнопку «Отменить» на панели быстрого доступа. Абзац с текстом вернется. Сюжет номер 6. Классическое оформление документа. Здесь снова речь пойдет о предыдущей версии программы Microsoft Word. Дело в том, что на сегодняшний день стандартным шрифтом для оформления документов является Times New Roman. Вот этот шрифт. И этот же шрифт Times New Roman включался по умолчанию в 2003 версии программы Word. В новой же версии Microsoft Word 2007 при создании нового документа установлен другой шрифт – Calibri. Но при необходимости мы можем поменять оформление документа полностью. Сейчас у нас весь документ оформлен шрифтом Calibri. Допустим, мы хотим весь текст перевести к классическому виду, т.е. установить в нем шрифт Times New Roman. Для этого нужно зайти на закладку «Разметка страницы» и здесь нужно найти кнопку шрифта темы. Она выглядит вот так. Щелкните по ней левой кнопкой мыши. Здесь указаны встроенные темы оформления документа. Сейчас выбрана стандартная тема. Основной текст в этом случае оформляется шрифтом Calibri. Мы можем выбрать классическую тему и основной текст в документе будет оформлен шрифтом Times New Roman. Обратите внимание, как только я перевожу указатель мыши на следующее название, так сразу же весь текст документа меняется. Мы можем посмотреть разные варианты и при желании мы можем выбрать классическую тему для документа. Теперь весь шрифт в документе будет Times New Roman. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что нам не требуется выделять текст для этой операции. Сейчас мы можем вернуть стандартную тему оформления. Сюжет номер семь. Горячие клавиши. Горячие клавиши – это сочетание клавиш клавиатуры, которые заменяют собой действия команд верхнего меню. Например, сочетание клавиш Ctrl Z означает отмену предыдущего действия. Чтобы использовать это сочетание клавиш, нужно нажать и удерживать на клавиатуре клавишу Ctrl, затем щелкнуть один раз по клавише Z, после чего отпустить клавишу Ctrl. Проверим, как это работает. Сейчас я выделяю строчку текста и нажимаю на клавиатуре клавишу Delete для удаления текста. Теперь я хочу отменить удаление текста. Можно, конечно, найти кнопку отмена действия на панели быстрого доступа, но можно использовать сочетание клавиш. Нажимаю и удерживаю клавишу Ctrl и один раз щелкаю по клавише с английской буквой Z. Отпускаю клавишу Ctrl. Строчка текста вернулась. Иногда это удобнее, чем действовать с помощью панели быстрого доступа. Сочетание сочетания клавиш Ctrl C означает команду КОПИРОВАТЬ. Сочетание Ctrl V означает команду ВСТАВИТЬ. Для использования горячих сочетаний клавиш нам не нужно следить за раскладкой клавиатуры. Например, сочетание клавиш Ctrl V как в русском, так и в английском языке будет работать точно так же, как команда ВСТАВИТЬ. Проверим, как это работает. Выделяем первый абзац и хотим скопировать его под текст. Нажимаю на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl C. Далее устанавливаю курсор под вторым абзацем и нажимаю на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl V. Можно увидеть, что у нас появилась копия первого абзаца. Эти клавиши расположены очень удобно на клавиатуре и мы можем нажимать их левой рукой, не отрывая правую руку от мышки. Итак, в этом уроке мы познакомились с наиболее частыми ошибками и нестандартными ситуациями, а также рассмотрели сочетание горячих клавиш, которые позволяют сэкономить время при работе в программе Microsoft Word. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...